За четыре года реализации государственной программы «Доступная среда» в республике появились санитарные комнаты, подъемные устройства, пандусы, поручни и оборудованные для инвалидов входы в учреждения. Сегодня люди с ограниченными возможностями составляют более 7% населения Чувашской республики. О том, как реализуется программа, направленная на защиту инвалидов в районах Чувашии, смотрите далее. Муссерминская средняя общеобразовательная школа попала в программу «Доступная среда» только в этом году. Однако уже к началу учебного года удалось сделать немало. Заменили главный вход полностью, ремонтировали, коридор, вестибюль заново, окна поменяли. У нас новый кабинет психологической разгрузки для детей-инвалидов. Ремонтные работы в туалетах ремонтировали, столовой ремонтировали, спортивный зал. Благодаря программе в школе также появились два автобуса, которые привозят учеников из семи деревень. В ближайших планах ремонт детского сада, прилегающего к школе. И установка оборудования в кабинете психологической разгрузки, который смогут посещать все учащиеся школы. Эффективность программы ощутили и жители большечекинского сельского поселения. На его территории живет много пожилых людей, которым сложно самостоятельно добираться до больницы. И открытие фельдшерско-акушерского пункта было очень кстати. Здесь будет одна медсестра и санитарка здесь, как техническая будет. А врачи будут по графику здесь приезжать. Вызывает скорую помощь. И скорая помощь сразу сюда выезжает и забирает бурмары или канаж. К 2015 году в разных районах республики планируется разместить 100 новых ФАПов. Появление новых пунктов, по прогнозам медиков, существенно увеличит продолжительность жизни деревенских жителей. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.